Заводская, правда, вовсе не первая улица Видного, но то, что она на полтора десятка лет старше самого города, это точно. Эта улица проектировалась и застраивалась как основная магистральная улица вслед засадовой, школьной, медицинской. Идея строительства новой улицы принадлежит первому директору куксогазового завода Павлу Федоровичу Гаевскому. И главная задача строительства многоэтажных домов, которые намного сократили бы очередь на жилье, ведь до этого в поселке были лишь одно-двухэтажные дома. Он вызывает к себе своего заместителя по капитальному строительству Бельчанского и инженера Островского, который отвечал за жилищное строительство. Они едут в Москву, в Центральное планировочное управление Москвы, для того, чтобы внести изменения в жилищное строительство поселка Видное. И хотя юридически эти изменения еще не были внесены, тем не менее строительство трехэтажных домов на Заводской улице уже началось. Такое самоуправство не понравилось вышестоящему руководству, и на Гаевского наложили штрафные санкции. Но после изменили решение, увидев, что строительство улицы ведется достаточно грамотно. Это было самое начало 50-х годов. В конце Заводской улицы стоит водонапорная башня. На тот момент, на 50-е годы, это было самое высокое здание в поселке. Несмотря на то, что эта башня имела конкретное функциональное значение, тем не менее здесь было и определенное архитектурное решение, ибо она открывала магистральную улицу молодого поселка и являлась украшением молодого строящегося поселка. А в начале улицы была выстроена Заводская столовая. Теперь там находится историко-культурный центр. Сотрудник центра Раиса Александровна Погорелая поделилась с нами воспоминаниями своего детства. Мы очень часто с папой ходили в Заводскую столовую обед. Там готовили необыкновенные блинчики с мясом. И когда мы с папой приходили в Заводскую столовую на обед, то у нас не возникало вопросов, что мы будем покупать. Обязательно большие, очень вкусные блинчики с мясом. До сих пор ходят слухи о том, что жилые дома на улице Заводской строили пленные немцы. И виновником этих слухов был никто иной, как Никита Сергеевич Хрущев. Первые дома в поселке действительно строились по типу немецких. Но архитектура зданий на Заводской уникальна. Дома, которые мы с вами видим на Заводской улице, все они построены по одному проекту. Но дело в том, что в связи с тем, что каждый из этих домов по-разному располагается относительно магистральной улицы, то где-то дом поставлен ребром, где-то соединены три куба между собой, то когда мы идем с вами по этой улице, у нас возникает ощущение совершенно нового архитектурного решения. Улица Заводская сегодня – одна из самых красивых в городе. Наверное, потому, что сохранила атмосферу тех лет, когда город только-только начинал рождаться. Правда, нынешние жители улицы придают ей новый облик, используя свою фантазию и творчество. Как, к примеру, жительница дома номер 9 Елена Горбунова. Сподвигло то, что, когда купили квартиру, был очень унылый вид из окна. Вот мои окна. Мне захотелось как-то его украсить. Соответственно, и людям сделать приятное и себе. И улица, и двор. Вообще, я люблю, когда все красиво. Всю эту красоту она сделала вместе с мужем. И по предложению городской администрации Елена стала участником проекта «Наши Подмосковья». Ну а этот маленький уголок улицы Заводской, благодаря стараниям неравнодушных жителей, засверкал новыми красками. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.